Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Александр Рассохин. Светлана Удельная, начинается второй час, но вот у меня единственный вопрос по прошлому часу. У нас Николай Липатников, президент ВТПП, был в гостях, рассказывал про проект «Дни районов» уже 21 января. Ой, ноября. Ноября в «Вятка-экспо» Уржумский район представит продукты, питание, все, что они производят, и в том числе туристические маршруты. Привезут, да, расскажут. Развитие внутреннего туризма. Тема актуальна с последнего времени. Что вот ты, Светлана, делаешь для развития внутреннего туризма? Что ты сделал для развития внутреннего туризма? Как в свое время кто-то говорил, что ты сделал для хип-хопа в свои годы, а что ты сделал для развития внутреннего туризма в свои годы? Александр, ты что-то делаешь для развития внутреннего туризма? Ничего. А я делаю. Молодец. Что ты делаешь? Например, ну что я делаю? Ну вот развитие нашего проекта «Веллатур, вятка, кирк, движение, велосипедизация». Мы в свое время начали развивать туристический маршрут «Колесо истории» от центра города до Заречного парка, потом до Порошина, до Никульчина. Но пока что развитие не остановилось. Там получалось несколько кругов. То есть если ты как-то оцениваешь свои силы, ты можешь проехать малый круг, можешь средний, можешь большой круг проехать. То есть в зависимости от того, сколько ты в состоянии проехать. Я проезжала до Никульчина и обратно, получается, примерно 80 километров. Нормально так. Нормально, да. Какие планы? Можно поменьше. Пока что развитие вот этого маршрута у нас приостановилось, но я верю в лучшее, что все еще однажды случится. Но и мы с вами привыкли, что у нас проходят велопарады летом, а мы в этом году решили провести мероприятие такое зимой тоже. Не знаю, сколько человек к нам присоединиться, но знаю, что представители власти тоже, возможно, поедут вместе с нами. И шла речь о том, что выбрать какое-то направление, как раз один из туристических маршрутов. Я считаю, что это прекрасная возможность развития внутреннего туризма. А нам есть что показать. Не только пешком пройтись и на машине проехаться, но в том числе и на велосипеде. Мне кажется, это может быть такой интересной особенностью нашего региона. Ну, по поводу развития внутреннего туризма будет идти речь, напомню, 21 ноября. Вятка-экспо, Сурикова, 19, с 10 до 17 часов. Там будет уржом, но, конечно, на велосипедах до уржом могут, к сожалению, не доехать. А почему бы и нет? Далеко. Как говорил Тимоти Алирия, а почему бы и нет? Ну что, продолжаем. Ну, можно оттуда доехать на машинах, а там прокатиться на велосипедах. Там действительно очень красиво. Про наш край будет говорить буквально через 25 минут Владимир Сметанин, потому что будет викториная история создания. Интересная история про край наш родной у него или про значимых людей, которые здесь жили. Ну, правда, интересно, да, очень. Поэтому, слушатели, не приключайтесь. 12.30, Владимир Сметанин, загадка историческая специально для вас. Ну, а сейчас у нас в гостях уже Олег Ткачев, член общественной палаты области, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций. Олег, здравствуйте. Добрый день. И тема у нас заявлена, как в Кирове пройдут курсы по обучению технологиям общественного контроля в сфере ЖКХ. Мне кажется, сейчас не все поняли, о чем пойдет речь, поэтому нужно расшифровать. Во-первых, общественный контроль. В последнее время очень часто о нем говорится, и гражданский форум был ему посвящен. В двух словах могли бы напомнить, в чем суть именно общественного контроля? Так, ну, общественный контроль — это технология, когда люди могут контролировать ту среду, в которой живут. То есть задавать правильные вопросы и получать точные ответы. И влиять на принятие решений, чтобы все было в соответствии с законом по совести, по справедливости. Как это производить, делать правильным способом, правильными инструментами? Об этом и будет идти речь. Здесь будет общественный контроль касаться именно сферы ЖКХ. У нас будет два дня. 5 декабря будет общественный контроль в сфере ЖКХ. И 6 декабря будет курс общественного контроля в сфере мест общего пользования. То есть это городские зоны, рекреационные зоны, уровень освещенности. Ну, то есть то, что касается городского пространства. Где это будет происходить? Так, мы сейчас в данный момент выбираем площадки. То есть есть несколько вариантов. Еще пока не определились. Но в данный момент ведется запись участников, которых мы проинформируем дополнительно, где все это будет проходить территориально. Есть хотя бы какие-то предположения, где это может пройти? Есть варианты. Ну, скорее всего, это в любом случае будет в центре города. То есть есть варианты помещения общества, знания. Ну, есть и другие варианты. Кто будет выступать? Что смогут услышать кировчане, узнать на этих курсах? Ну, эти курсы нам помогают проводить наши коллеги и партнеры из фонда «Гражданское действие» и город Пермь. Там Андрей Жуков, он является автором методик общественного контроля. И они нам помогут. Ну, и плюс приедут еще эксперты из Пермского края, которые давно и успешно занимаются общественным контролем. Что получат наши участники? Наши участники получат полный пакет документов с выдержками из законодательства, с формами, бланками, протоколов, карт, сопроводительных материалов, которые помогут им эффективно организовать мероприятие здесь. Вот, собственно, нужды и задачи. Ну, в смысле, вот они получают эти документы. Результат какой? Для чего это? То есть, вот пришел человек, да, как раз на эти курсы. Что он получит конкретно? Решение каких вопросов в дальнейшем? Ну, смотрите. В дальнейшем. Каждый человек всегда испытывает какое-то недовольство. Что-то ему не нравится. Но как это правильно? Давайте прямо на примере. Да, у нас речь про ЖКХ. Давайте. Так, ну, как контролировать выполнение услуг по содержанию дома? То есть, мы понимаем, что каждая услуга, она регламентирована. То есть, есть законодательство, которое предписывает, оказывает услуги в таком-то, таком-то порядке и подтверждает какими-то документами. Когда у человека появляется сомнение, правильно ли это делается? Что он делает? Ну, вот такой, обыватель. Обыватель, ну, идет и спрашивает у старшего по дому. Если такой есть. Да, если такой есть, или там в управляющую компанию, а правильно ли мне там что-то начисляется, правильно ли оказывается услуга, и ему в зависимости от того, насколько повезет, дают устный ответ. И насколько он настойчив. И насколько он настойчив. Здесь вот на этих курсах общественного контроля людям расскажут и покажут, какие правильно вопросы задавать, как должны выглядеть документы, на какие ссылки в законодательстве нужно обратить внимание, чтобы перепроверить ту информацию, которую там человек получит. И если люди готовы объединяться и в составе там инициативных групп системно вести эту деятельность, то как можно организовать инициативную группу, какой по формату там протокол должен быть. Допустим, если там идем обследовать щитки, то есть в каком виде написать акт там обследования. То есть вот образцы вот таких вот документов, которые потом уже могут являться основанием для рассмотрения, в том числе и правоохранительными органами, если вдруг выявится какое-то там несоответствие. Но ЖКХ история такая, обширная. Все вопросы будут затрагиваться? В первый день будут затрагиваться вопросы управления многоквартирными домами. То есть там есть отдельные темы и отдельные спецификации. То есть есть несколько построений с точки зрения организации собственности, с точки зрения организации принятия решений. Где-то управляющие компании напрямую, где-то советы домов принимают решения. То есть все эти варианты, они разнообразны. Их желательно знать, какие варианты существуют. Если вас не устраивает управляющая компания, что с этим поделать, в каком виде писать претензию, или вообще отказаться от услуг этой управляющей компании и выбрать другую, людям не хватает знаний вот в такой вот практической плоскости. Как выглядят вообще те документы и те возможности, чтобы что-то изменить, если им что-то не нравится? Ну вот было сказано, что люди обращаются, предположим, к коммунальщикам, к муниципалитету с просьбой разъяснить, правильно ли все происходит. Понимаем мы, что зачастую, ну не зачастую, а бывают такие ситуации, когда эти структуры составят какие-то барьеры и преграды. Ну, чтобы где-то они, значит, не выполнили свой план работы, и поэтому замалчивают об этом. То есть правильно понимаешь, что, например, не вывозится мусор, предположим, с площадки необходимой. То есть на курсах будет рассказано, какие именно документы и каким образом. А вот почему именно Пермь? Вот приезжают спикеры из Перми, это регион, который поднаторел, что ли, в общественном контакте? Ну да, то есть это один из самых передовых регионов по общественному контролю. У них общественный контроль начался достаточно давно, еще до принятия федерального закона об общественном контроле. У них был свой региональный, причем свой региональный закон об общественном контроле. Пермики формулировали сами, и он у них складывался на базе той практики, которую они наработали. То есть там ряд некоммерческих организаций, в основном под эгидой Гражданской палаты Пермской, они проводили в свое время много мероприятий по общественному контролю, и итогом было принятие регионального закона. А потом уже вот эта тема пошла гулять, вот этот успешный опыт по стране, и актуальность общественного контроля там была признана и на федеральном уровне, и явился вот федеральный закон об общественном контроле. Насколько успешно можете оценить, насколько успешно реализуются вот программы, связанные с общественными контролями в Перми? То есть приносят плоды? Конечно, приносят. То есть мы с удовольствием и с интересом читаем отчеты по общественному контролю пермские. Мы удивляемся, насколько все структурировано, насколько у людей хватает сил, воли довести до конца и оформить в виде докладов. Каким образом мы собрались, кто объединился, что выбрали предметом контроля, какие мероприятия были организованы, какими документами подтверждались, как описание методики, как все это проходило, кого считали, что считали, что именно считали, с чем сравнивали, с какой нормативной базой. И что самое интересное, в конце обязательно рекомендации. А что можно было бы изменить, исходя из действующей нормативной базы, то есть предложения к органам власти, органам местного самоуправления, что можно было бы исправить? То есть это не просто такая критикующая позиция, а это позиция заинтересованных людей, которые хотят изменить к лучшему. И предлагают, не просто критикуют, а предлагают изменить порядок принятия решений. Ну вот сейчас, может быть, нас кто-то слушает и думает, что да, действительно опыт пермяков удачный, и кто-то пожелает прийти на курсы. Куда записываться, где узнать информацию? Говорится о том, что ограниченное количество слушателей сможет принять участие. И курсы бесплатные. Курсы бесплатные. Да, курсы бесплатные. Говорись только про 50 человек. Да, мы реально сможем одновременно работать, не более чем с 50 человеками, потому что аудитория больше, это уже сложно пообщаться с каждым индивидуально. То есть здесь будет, может быть, несколько занятий, по времени это будет разведено, но одно занятие – это 50 человек, так? По времени. Вот каждый день у нас будет начинаться где-то с 11 и до 19, вот все курсы проходить. Первый день по ЖКХ, второй день по городским зонам. Люди будут, то есть формат будет такой, будет вводная информация и объяснение состоявшегося опыта и технологий, то есть презентации технологий, и будут практические занятия, то есть люди будут разбиты по группам, им будут даны занятия, темы для самостоятельной работы, для осмысления, чтобы на своих каких-то там примерах, допустим, своего дома, там что-то сформулировать и предложить сформулировать проблемы, вместе с приезжими экспертами поработать по фокусировке, то есть в чем же действительно состоит проблема, то есть это тоже очень дорогого стоит. Ну и, собственно говоря, там первые наметки, что с этим можно поделать? Ну, образцы документов, я уже сказал, будут там выданы для того, чтобы впоследствии эти люди полученные знания и навыки смогли использовать уже на своем доме, уже на реальном примере своего дома. 50 человек, говорится о том, что приоритет будет отдаваться тем, кто уже занимался защитой прав и законных интересов граждан в сфере ЖКХ, то есть это получается не для всех, как будете определять круг, кто сможет принять участие? В данный момент на нашем сайте там есть такая форма, то есть люди туда свободно заходят, заполняют анкетку, записываются, ну, то есть заявку оставляют. Если у нас наберется слушателей больше 50, ну, допустим, там 100 человек запишется, мы по этим анкеткам в любом случае будем связываться, обсуждать, там, имеет ли человек опыт, насколько он замотивирован. Если человек, ой, я ничего не знаю, там, я просто хочу посмотреть, то, ну, наверное, ему еще рано. То есть если человек говорит, что да, я этим занимаюсь, у меня есть конкретные вопросы, мне не хватает каких-то конкретных вещей для того, чтобы этим плодотворно заниматься, то, конечно, этот человек будет в приоритете. Это при наличии многих заявок, заявок больше 50. В первый день будет сфера ЖКХ, во второй будут городские зоны. Ну да. Что? О чем речь пойдет? Это городское благоустройство, это и освещенность улиц, проездов, состояние рекреационных зон, зон отдыха, развлечений, контроль несанкционированных свалок, доступность общественных пространств и объектов, зеленение общественных пространств. То есть вот как можно с этим работать? То есть мы знаем, что в последний год много формулировалось вопросов в городе Кирове по этим вещам. Какой-то опыт наработан уже нашими активистами, и мы их приглашаем на эти курсы, чтобы ознакомиться с опытом и пермских коллег, посмотреть, как можно тут еще поработать с учетом опыта коллег. Ну вот у нас был в первом части в гостях Игорь Багин, один из организаторов сообщества «Красивый Киров». То есть я правильно понимаю, что это некие механизмы, которые в том числе используют и «Красивый Киров» через свой сервис? Да, конечно. То есть как повлиять на властей, чтобы благоустраивалось что-либо в городе. А в дальнейшем, вот сейчас у нас ЖКХ, городские зоны, в дальнейшем подобные курсы планируете проводить, может быть, по другим сферам? Или это такое стихийное мероприятие? Ну почему стихийное? То есть мы встречались с коллегами из Перми на гражданском форуме, они приезжали к нам, обсуждали и решили продолжить тему участия в общественном форуме. Очень хорошо, продолжать дальше будете? Да, будем. После Нового года мы еще подумаем, переосмыслим, какие темы будут более актуальны, посоветуемся с местными коллегами, с местными активистами, а что бы еще хотелось. И будем продолжать эту тему, может быть, еще каких-то экспертов позовем из других регионов. Пока задумок, надумок каких-то нет. Ну вот такого, что прямо сейчас известна тема на февраль, март и так далее, пока нет. То есть в любом случае эта тема живая. В зависимости от того, как пройдет и какие появятся вопросы на этих курсах в декабре, будем формировать дальнейшую повестку. Всегда на очных встречах разных активистов выясняется, что одна тема хорошо отработана, и здесь вот уже все стали специалистами. Но все понимают, что какая-то тема провисла и не хватает чего-то конкретного. Тогда будем искать возможность удовлетворить появляющийся спрос. Ну, он проходил гражданский форум, в принципе, такая тема, да, и секция там подобная была. Что касается ЖКХ, подобные мероприятия уже проводились? В прошлом году у нас были курсы общественного контроля, ну, в целом. Были тоже где-то около 60 активистов, то есть это были трехдневные курсы. Вот многие из тех людей, они продолжают успешно участвовать, вот те самые активисты наши городские. То есть многие из них там были, они констатируют, что это было им полезно, и какие-то приемы, методы они используют еще и там с прошлого, из того, что узнали от общения в прошлом году на курсах. То есть курсы эффективно прошли, оцениваете? Я считаю, что да. Много ли людей было? В прошлом году было где-то около 60 человек. Ну, порядочно, да. А что по поводу общественного контроля? Вот сегодня уже про гражданский форум говорили, что в последнее время общественный контроль всплывает где-то и в СМИ, и в новостях. Как оцениваете ситуацию у нас в регионе? Понятно, пермики, чуть ли не на передовой. А как у нас с этим обстоит дело? Ну, у нас вот появляются, я рад, что появляются и успешно работают активисты. То есть я рад, что добиваются успехов и признания у администрации города Кирова, мораторий на застройку поэтажности и прочее. То есть это определенно гражданские успехи. И они бы не могли состояться без участия активных людей, активных граждан, без помощи очень многих людей, специалистов в общественности, участия общественной палаты, многих-многих-многих. Ну, вот понятно, у нас ситуация улучшается. А в других регионах? По стране понятно, что есть проблемы, и у нас остаются проблемы. Но с другими регионами, если сравнивать? Все регионы очень разные. То есть в разных регионах по-разному построены управления. То есть где-то там совсем вертикальная система управления, и только лишь от первого лица зависит там решение каких-то совершенно мелких бытовых вопросов. Где-то посвободнее и люди имеют возможность там участвовать, и их слышат. Где-то общественные палаты там открыты к людям, где-то более закрытые и находятся под неусыпным контролем власти. Во всех регионах по-разному. То есть причем у каждого региона есть свои традиции. Где-то поощряется и там развита тематика благотворительной деятельности, и там энергия гражданского действия уходит вот в такие социальные благотворительные проекты. Где-то параллельно развивается и то, и другое. Где-то протестное настроение, и люди занимаются именно политикой, участвуют в деятельности политических партий, и через них как-то пытаются принимать на... Ну, у них что-то получается? То есть общественный контроль работает в регионах? Насколько активно используют этот инструмент? Ну, я думаю, что этот вопрос, наверное, стоило бы задать члену общественной палаты, который был у нас на гражданском форуме, Владислав Гриб. Он обобщает практики общественного контроля во всех регионах. Я могу лишь судить достаточно фрагментарно по опыту тех коллег, с кем общался. То есть с которыми, если мы общаемся с пермяками, у нас есть возможность как-то неформально обсудить, что получается, что не получается. Я более-менее в курсе, что происходит там. Если общаемся с коллегами из Нижнего Новгорода, я могу судить о том, что лучше развито в Нижнем Новгороде. Но я совершенно не представляю, что происходит в каких-то более дальних регионах, в регионах Южного федерального округа, Дальневосточного. Это понятно. А вот общественный контроль, не знаю, такое ощущение, что много людей у нас привыкли к такому советскому устрою, когда государство решает все проблемы. И многие требовали на протяжении последних десятилетий, почему власть не меняет это. То есть получается, общественный контроль — это когда люди берут все в свои руки и что-то меняют? Да, люди берут в свои руки и меняют. Понятно, что мы живем не в безвоздушном пространстве. Наша жизнь регламентируется законодательством, нормативами. И это понятно, что это государственное устройство. Это работа и с законодателями, с органами представительной власти, с органами исполнительной власти. Разумеется, необходимо не только... Не получится взять все в свои руки. То есть мы не создадим альтернативных каких-то структур по управлению полностью территорией города. Территория города — это ответственность муниципалитета. Муниципалитет, депутаты, они определяют правила, по которым мы все живем. На них можно влиять, на эти правила. Если говорим о том, что правила плохо работают, и в итоге получаются неприятные случаи, там, допустим, по застройке, по отчуждению каких-то зон, то необходимо влиять, объяснять, разбираться, предъявлять какие-то аргументы, четко сформулированные и зафиксированные в виде документов. А это большая работа, это общественная работа. Именно контроль за работой властей. Контроль, ну вот в рамках контроля, в том числе и помощь. Ну, где можно получить информацию, куда обращаться для того, чтобы записаться на курсы, напомним? Наш сайт ngo-kirov.ru, то есть латинскими буковками, и там буквально на главной странице вверху есть в анонсах ссылочки с подробным описанием, что будет, программа мероприятия и форма заявки. Также можно звонить лично вам. Да, можно звонить лично мне, то есть у меня телефон 450105, то есть если не получается что-то там через интернет, то можно позвонить, посоветоваться, спросить. Также мы ожидаем, хотелось бы, чтобы приехали люди из районов Кировской области. Чтобы и в районах тоже использовался этот инструмент. Ну да, да. 5 декабря первые курсы бесплатные с 11 до 19, ну приблизительно, во времени будут касаться общественного контроля в сфере ЖКХ. И с 7-го? 6-го. 6-го, на следующий день по городским зонам. Где все это будет проходить, пока неизвестно, да, вопрос решается. Да, вопрос решается, но все, кто зарегистрировался, мы точечно будем работать с каждым там записавшимся на курсы, и никто не потеряется. Ну что, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Прощаемся. У нас сейчас будет реклама и потом уже викторина «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжаясь программа «Дневной разворот» в Кирове, Светлана Удельна и Александр Рассохин. Сейчас будет викторина «История создания». Владимир Сметанин. Здравствуйте. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Буквально несколько дней назад нам очередную партию подвезли сертификатов в ресторан «Райком» и в «Пивной дворик». Так что все готово для того, чтобы очередной сертификат был сегодня разыгран. Сертификат на одну тысячу рублей «Райком», «Пивной дворик». Будет история, будет вопрос. Вы звоните по нашему номеру, новому номеру телефона 211-101. Если даете правильный ответ, то получаете данный приз. Сегодня вопрос будет... Ну, ладно. Попозже расскажу обо всем. О том, что предшествовала сегодняшняя викторина «История создания». Я сегодня снова отталкиваюсь от конкретной даты. От сегодняшней. Сегодня 19 ноября. Профессиональный праздник тех, кто работает в стекольной промышленности России. Представляете? Вот, казалось бы, мелочь. Стекло, стеклянная тара. Куда мы без стекла? Да. Но, с другой стороны, очень важное и нужное занятие. Производство этих вещей. Почему именно 19 ноября, профессиональный праздник работников стекольной промышленности? Сегодня, ровно 304 года назад, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Отец-основатель, в том числе, и химического производства стекла. Так что все логично. Вы знаете, на территории Вятской губернии было несколько стекольных заводов. И я прочитал о нескольких из них. Но вот особенно меня заинтересовала история стекольного завода, который находился в селе под названием Валамас. Ныне это Республика Удмуртия. А вернее, Красногорский район Республики Удмуртия. Я рассматривал очень подробно карту Вятской губернии, по-моему, от 1910 года. И этот стекольный завод там помечен как Матвеевский стекольный завод. Все потому, что создатель предприятия Павел Лазарович Матвеев. Выходит, кстати, из Уржума. Первый председатель Уржумской земской управы. И гласный депутат губернского земского собрания. Первого созыва. Интересно, что стекольный завод в этом селе Валамас, это его второе подобное предприятие было. А первый свой стекольный завод он проиграл в карты. Вот так вот. Завод проиграть в карты. Построил себе другой завод. Ну, кстати, он был владельцем и других еще предприятий. Так что был человеком достаточно... Мог себе позволить проиграть в карты завод. Обеспеченным. Но вот этот второй завод в Валамазе не был проигран. Он жил долгое время и в советские годы. Ну, давайте обо всем поподробнее. Завод этот был открыт в 1870 году. Приступил он к производству оконного стекла. Основное сырье, это белый кварцевый песок, как известно, добывали здесь же, в Вятских лесах. Его привозили на лошадях, на территорию завода. Затем сушили в печках, которые отапливались обычными дровами. Сухой затем песок просеивался через сито. Затем работники составляли пропорцию необходимых составляющих для изготовления стекла. Это песок, сульфат, древесный уголь, сода. Все это смешивали на специальной площадке деревянными лопатами и добавляли стеклобой. Ну, уже готовое стекло, разбитое просто-напросто. Затем масса засыпалась в печь и варилась двое-трое суток. Вообще технология изготовления стекла очень интересная, очень трудоемкая. Далее в дело вступали мастера стеклодувы. Все мы представляем, как это происходит. То есть берется специальная трубка, человек выдыхает в себя, а затем выдыхает вот эту заготовку для оконного стекла. Эти заготовки, вы не поверите, называли словом «халява». И многие утверждают, что исконное значение слова «халява» именно связано со стеклом. Хотя принято считать, что происходит слово «халява» от ивритского «халяв», что означает «молоко». Ну, не знаю, это легенда или не легенда, но вот в Одессе, к примеру, молоко раздавали бесплатно по пятницам детям. Бесплатно. И вот отсюда... А стекло кому бесплатно или как? Что здесь? Вот непонятно. Либо это какой-то такой профессиональный термин. Я не очень, к сожалению, знаком с производством стекла, с технологией. Затем вот эти заготовки для производства плоского стекла, так называемые «халявы», они на специальных приспособлениях раскатывались. И получалось плоское стекло. Зарабатывали, сообщают книги, стеклодувы, по всей видимости, неплохо. Сохранились сведения, что в хозяйстве стеклодувов были и корова, и лошадь. А вот сено они никогда не заготовляли, а покупали у крестьян. Могли себе, значит, позволить. Стекольный завод в Валамазе постепенно развивался. Вводились новые технологии, и предприятие благополучно пережило революцию и гражданскую войну. Правда, в 1934 году, кстати, год переименования, да, вятки в Киров, завод этот сгорел, но вскоре был восстановлен. И до 1938 года продолжал выпускать оконное стекло. С 1938 года предприятие начало изготавливать всевозможную стеклянную утварь для быта. Это чернильницы, стаканы, кувшины, стекло для ламп, трехлитровые бочонки, ну, банки, наверное, привычно их больше называть, двухлитровые графины, полуторалитровые бутылки. С началом Великой Отечественной войны, естественно, мужчины, работники этого предприятия, ушли на фронт. Работали женщины, дети. В Ламазе в то время было очень голодно, и директор завода под свою ответственность распорядился выпускать хозяйственную посуду, которую рабочие получали в качестве вознаграждения, то есть зарплату им выдавали продукцией. А вот уже эту продукцию, затем стеклянные тарелки, бочонки, опять же, графины, они продавали, точнее, не продавали, а обменивали на продукты у крестьян. Ну и тем жили. В 1944 году завод снова сгорел, правда, частично, и снова был восстановлен. Когда война Великой Отечественной уже закончилась, в поселок Воломас начали возвращаться фронтовики, и по окончании войны стеклозавод приступил к выпуску оконного, опять-таки, стекла для восстановления разрушенных войной городов, деревень. Во все, собственно, регионы практически страны стекло вывозилось, ну и продолжилось производство такой бытовой стеклянной утвари. В конце 1949 года было освоено производство винной бутылки, а также начали выпускать бутылку 250-граммовую, чекушка получается, что ли, и баночку для горчицы емкостью 125 граммов. В мае 1962 года состоялась закладка фундамента нового корпуса завода. В начале 70-х стеклозавод начал выпускать бутылку для молока емкостью пол-литра. А вот самым продуктивным в истории этого стеклозавода стал период конца 70-х, начала 80-х годов. Регулярно предприятие занимало ведущие места в соцсоревнованиях, получало награды, поощрения. Но вскоре у завода начали подкашиваться ноги, что называется. Дело в том, что была произведена реконструкция, но была она сделана с многочисленными нарушениями. Так что план по выпуску продукции, который ставился перед заводом, постоянно не выполнялся. Ну а дальше все хуже и хуже. Дело шло к закрытию предприятия, и это все-таки случилось в 1996 году. То есть, получается, 116 лет этот завод просуществовал. Ну и осенью 2005 года, ровно 10 лет назад, здание завода, такое бесхозное, обветшавшее, было взорвано. Рядом стояли рабочие, на глазах у которых были слезы. Ну, понятное дело, большое количество времени они здесь проработали, и такой судьбы для своего предприятия вовсе даже не ожидали. Ну а теперь вопрос. Я упустил один любопытный момент из истории этого завода, и сейчас вам поведаю. Еще раз повторюсь. Многих вчера коллег спрашивал по поводу правильного ответа, интересовался, терзался. И даже позвонил Алле Викторовне Албеговой, директору Института естественных наук ВГГУ. Алла Викторовна химик по образованию. Вот уже произнес это слово химик, поэтому вопрос будет связан с химией. Алла Викторовна усомнила. Она даже консилиум там созвала и тоже опросила своих коллег. Она дала мне вариант ответа, который отличается от того, что указано в историческом источнике. Так что и ради уважения к истории, и ради уважения к химии я сегодня поступлю так. Вот тот ответ, который дала Алла Викторовна, он будет правильным. И тот, который указан в историческом источнике, он тоже будет правильным. Хотя это не совсем похожие вещи, не совсем одинаковые вещи. Итак, вот смотрите, революция, гражданская война. Летом 1918 года в вот это село Валамас явился отряд белогвардейцев. И он захотел этот завод стекольный взорвать, но чтобы красным не достался. А рабочие в это время находились, собственно, на этом заводе, и они знали, что к ним подходят белогвардейцы. Так вот, смотрите, что они сделали. Они рядом с заводом вырыли ямы, залили их водой, и в эту воду добавили нечто, что создало химическую реакцию. В общем, не то чтобы взрыв, но явный хлопок был. Вот несколько раз они это проделали, дабы белогвардейцы увидели, точнее, услышали и испугались. Подумали, что здесь оружие красноармейцы находятся. Но это не взрыв. Ну, хлопок, какая-то химическая реакция. И это действительно белых отпугнуло, и они ушли. Представляете? Вот имитацию взрыва они сделали. И, соответственно, вопрос, что они в воду-то добавляли? Для того, чтобы был хлопок. Да. Для того, чтобы какая-то бурная реакция произошла. Химическая. То есть это вещество или что-то? Вещество. Оно было, может быть, на заводе. Да. Вот меня настолько заинтересовал этот вопрос. Я начал вспоминать, там, школьный курс химии. Есть звонок, да, у нас? Да, слушатели. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Александр. Александр, ну, вы нас, наш старожил. Да, и снова претендуете на сертификат. Ну, давайте, отвечайте, времени не так много. Да, только претендую, да. Насколько я помню, в этом году замешивали воду со щелокой. Но что такое щелока, как вы, теоретически, было сказано, я, к сожалению, не знаю. Александр, ну, что ж, греха-то есть. Действительно ваша очередная победа? Действительно очень интересная и довольно... Вот смотрите, что такое щелок. Щелок, эта штука делается из золы. Например, если взять ведро, насыпать туда, ну, предположим, половину ведра золы, залить это водой и дать этому делу все отстояться, получится такой мыльный раствор прозрачный. Действительно, щелочной раствор. Вот в историческом источнике говорится, что действительно они щелок выливали в воду, и получался такой хлопок. Алла Викторовна Албегова, упомянутая сегодня мной, она усомнилась в этом. Сказала, может быть, терминология какая-то другая была или там что-то по-другому называлось. Она все-таки настаивала на том, что это некий щелочной металл. Ну, все мы, наверное, помним из химии, из школьной, да? Опыт с натрием, когда добавляется в воду, и что происходит, какая бурная реакция. Ну, я предупредил, и тот, и тот вариант ответа сегодня считается правильным, поэтому, Александр, это ваша победа. Сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич» в райком или в пивной дворе достается именно вам. Поздравляю. Ну, у Аллы Викторовны были какие-то сомнения, да? Она там с коллегами совещалась. Ну, я продолжил размышлять дальше. Ну, зола, как известно, богата калием, да? А калий – это тоже щелочной металл. И, в общем-то, почему бы нет, не произойти там какому-то хлопку? Вот так. Вот так. Ну, что интересно, Владимир Сметанин, викторина «История создания», Светлана Удельна, Александра Рассохина – это программа «Дневной разворот» в Кирове. А мы с вами на этом прощаемся. До свидания. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова